всем привет ну наконец-то я начинаю новый влог девочки отправляюсь я на стрижку подъехала сейчас уже парикмахерской салону красоты в общем посмотрите что у меня сейчас на голове хочу вам сказать коротко стричься не буду но хочу как-то немножечко сделать вот такие вот как сосульки не знаю немножко где-то проредить потому что мне очень жарко у меня прямо голова не дышит мне хочется волосы куда-то деть заколоть дома и закалываю ну в общем то уже жара и дома и на улице в принципе уже надо подстричься в общем выбралась пойду стричься потом покажу что у меня получилось ну вот девочки я подстриглась сейчас показываю вам сзади видно будет зеркало вообще мне нравится здесь профилировали длинные такие сосульки сделали по сути в общем то длину не трогали но просто облегчили голову и все сзади там тоже сильно коротко не делали в общем мне нравится красота нерисуемая всем привет ну вот я после стрижечки уже голову дома помыла и уложила по-своему я всегда после парикмахерской почему-то хочу перемыть голову и заново положить волосы как мне удобно и свои моющие средства в общем все но мне нравится мне в общем длину оставили просто сделали вот так вот проведили немножечко профилировали сзади тоже хорошо так вот все ну в общем так буду ходить мне нравится хочу я с вами поделиться одним открытием я скачала приложение в голом арте оказывается есть еще и приложение для детей я скачала себе приложение в телефон сказки хочу с вами поделиться дочка моя тоже уже приложение это скачала и сказки уже слушала с дынечкой ему понравилось сказки там разные разных авторов в общем много много разных сказок и сказки рассказываются либо голосом бабы-яги либо голосом диктора девушки себе на телефон тоже это приложение скачала потому что я позабыла все сказки и когда вот несколько раз я пыталась что-то рассказать внуку когда укладываю допустим его спать хочется ему что-то рассказать начинаю рассказывать сказку начало помню а дальше не помню и так все сказки позабыла ну а читать книжки это в общем там надо очки одевать очки не всегда под рукой притом он еще маленький хочет эти очки с меня снять с ними поиграться но в общем удобно что эти сказки читает кто-то а мы можем просто лечь обняться их и слушать я вам сейчас покажу приложение очень удобная все очень доступно понятно и самое главное что приложение бесплатная рекламы никакой нет в общем то что нужно мне этим приложением делюсь я со своими родственниками делюсь с вами в общем у кого есть дети даже у кого детей нету может кто-то учится в школе и задают может быть на дом кому-то задали эти сказки послушать и рассказать пересказать или сочинение написать очень удобно чтобы не читать их просто слушать и все ну вот так выглядит приложение и здесь есть сказки ганс христиан андерсон русские народные шара перо братья грим александр пушкин ну вот допустим пушкина нажимаю я на пушкина и и у лукоморья рыбаки и рыбки сказка о попе балде сказка о мертвой царевне о золотом петушке ну например выберем сказку о попе работники его балде сказка можно остановить можно нажать стрелочку назад еще раз назад если другого автора хотим выбрать русские народные сказки например царевна лягушка здесь можно увидеть если сказку читают два голоса можно выбрать голос бабы яги или дина мигдал ну например бабы яги русская народная сказка царевна лягушка старые годы у одного царя здесь можно добавить еще звуки вот когда сыновья стали на возрасте царь собрал их и говорит звук воды звук леса мне охота бы вас женить здесь звук листвы звук воды и звук леса можно какой-то фон выбрать можно убрать звуки так же можно поставить на паузу можно вернуться назад стрелочкой назад и выбрать любую другую сказку в общем приложение мне нравится я сказки слушаю кому сказки слушать интересно если кого это заинтересовало ссылочку на сказки я ставлю внизу скачивайте приложение слушайте сказки девочки у нас уже весна во всем ходу бочки распустились ночью прошел дождь я смотрю уже утром открыла окно а на деревьях вот на тополе у меня перед окном прямо уже такие серьги висят а сейчас гремел гром у нас там наверху тучка одна тучка там одна гром дважды гремел я не успела камеру включить чтобы вам показать ну вообще вот на деревьях я не знаю видно вам или нет уже листочки распустились в общем весна идет полным ходом прямо тепло как лето но первый раз прогремел гром сегодня 12 апреля вообще обычно как говорится люблю грозу в начале мая обычно в начале мая а сейчас у нас можно сказать начало апреля ну середина почти апреля а уже гром гремит вот так то климат меняется может быть еще удастся мне поймать тучка где-то такая кучковая где-то она проходит мимо но гром уже вот прогремел а я уже успела стекла залепить пленкой потому что была жара очень сильно было жарко я уже вот на всех стеклах налепила пленку батареи топили солнце когда светит жарко было очень сильно и в комнате у меня нагревалось до 32 градусов и чтобы солнце так сильно не слепила пришлось пленкой залепить уже стекла всем привет сегодня я приехала к дочечке сейчас занимаюсь порядком она поехала менять резину а мы тут с Денечкой на хозяйстве хочу показать вам как расцвели цветочки на деревьях сейчас весна у нас идет полным ходом и чем занимается Деня мы сейчас посмотрим видно вам да деревья уже расцветают зелень на деревьях вообще не знаю наверно плохо видно в общем у нас тут уже прямо весна красота а тут у нас лежали колеса поехали менять резину дочка с сыном а внук у меня навел порядок сейчас будем прибираться Денечка а что ты делаешь зайка что ты делаешь скажи себе привет загородил весь экран себе мультики смотрите дед уже позавтракал День скажи всем привет День скажи привет привет нет не хочешь что ты нахмурился что-то нахмурился нет бойкот всем ну ладно ты у меня подарочек в сумочке да вот такой в сумочке хороший у меня подарочек да залез в сумку поместился а мой сладкий что тут мой ребенок делает а ты мультики смотришь да День с дня рождения моего еще несколько шариков осталось целых они до сих пор висят мы с Деней играем а я один шарик взяла привязала вот так который уже с потолка спустился а его держит тот шар который на потолке и мы с Денечкой так играем да День шарик кидай бабушке кидай бабушке вот так на 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 багминто на молодец что-то не в настроении ты чё хмуришься зайка вот так его оборудовала я себе девочки вот такой вот уголочек у меня тут диван гостевой стоит и я его решила просто оборудовать так чтобы у меня здесь можно было снимать столик журнальный если на нем что-то нужно тоже снять единственное что мне здесь не хватает интерьера может быть каких-то украшений но нужно будет что-то купить и поставить сюда но пока что для интерьера я еще ничего не нашла нашла только вот такие вот две наволочки розовенькие это мне дочка отдала и мне нужно будет еще купить подушечки маленькие чтобы можно было этих подушечки наволочки менять ставить для интерьера ну и у меня есть цветочки еще можно также украсить будет цветочками или поставить их на стол вазочки красивой вот ну за интерьером нужно будет сходить еще в магазин и что-нибудь там интересненькое такие какие-нибудь штучки красивые подобрать и поставить здесь будет фон ну сейчас в общем-то самый главный интерьер это я в таком персиковом костюмчике кстати дочечка мне подарила хорошенький мне нравится вот ну на этом я вообще хочу свое видео закончить влог закончить и кому понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока 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 пока